Добрый день, друзья! Вы на канале Не Забудь Кастайл. Меня зовут Лариса. Добро пожаловать всем новеньким людям, которые недавно, в последнее время пришли ко мне на канал. И также приветствую всех, кто уже давно подписался и смотрит мои видео. Этот канал про мою жизнь и вот конкретно это видео будет про путешествия. Конкретно путешествия в Баку, в Азербайджан. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь вместе с нами. Я хочу немножко пояснить, что это видео, оно будет, видимо, не одно, а конкретно я хочу рассказать о том, как попасть в Азербайджан. Потому что очень часто, очень часто меня спрашивают, не боюсь ли я путешествовать. Я понимаю, откуда этот вопрос. То есть раньше я не понимала. Сейчас я понимаю, что это вопрос от того, что люди просто не знают информацию. Они не понимают, как организовывать самостоятельно поездку, как без туристического агентства, без кого-то гида, человека, который будет тебя сопровождать. Как это все делается. И поэтому страшно. И поэтому как бы не решаются поехать. Возможно, что я кому-то вот как раз помогу, свои впечатления расскажу о том, как это делаю я. Так вот, первый такой момент, это как добраться. Конечно, самый главный момент, это куда. Но это уже кто куда хочет, кто о чем мечтает, кто какие направления ищет, рассматривает, принципы выбора направлений. Это, возможно, тема тоже отдельного вопроса. Как я выбираю направление, куда ехать. А когда я уже выбрала, то что дальше? Я живу в городе Ростов-на-Дону. У нас есть большой аэропорт Платов, у нас есть железнодорожный вокзал, у нас есть пригородный вокзал, два автовокзала, то есть тоже основной, главный и пригородный. Ну и, естественно, есть масса вариантов, как мы, ростовчане и наш регион, передвигаемся по миру. Вот конкретно, если брать Баку. Я так на вскидочку приготовила три варианта для себя. Конечно, самый, который сразу приходит в голову, это сесть на самолет и полететь туда, куда ты хочешь. Тем более в городе, где, в общем-то, есть аэропорт. Но из Ростова самолеты в Баку не летают. Как и в 99,99% населенных пунктов, аэропортов и городов, из Ростова самолетов нет. Соответственно, этот вариант прямого перелета отметается. Значит, варианты с пересадками. Самый такой классический вариант – это через Москву. Вы можете тоже набрать, если вы живете в Ростове или где-то поблизости, тоже можете набрать в любом поисковике. Вам выдадут билеты, варианты билетов, как можно доехать до Баку, долететь до Баку с пересадками. Я этот вариант для себя сразу не рассматривала, потому что я не люблю, например, перелеты с пересадками. Только по такой крайней необходимости, когда вообще нет никаких других вариантов, я лечу с пересадками. Или, либо, если это очень удобные пересадки. То есть можно выйти, погулять, остаться в городе, например, на сутки или на почти сутки, 23 часа. Либо это город, в который я хотела бы попасть, и вот пролетом могу, например, туда попасть, погулять, посмотреть что-то, успеть. Ну, или, если это очень-очень выгодный перелет с точки зрения денег. То есть такого перелета прям очень-очень выгодного интереса я не нашла. Перелет через Москву, в общем-то, меня не сильно интересует, потому что в Москве была миллион раз. Соответственно, этот вариант я для себя не рассматривала. Следующий вариант, это вариант разные автомобильные передвижения. Автобусы, автомобили, маршрутки, перекладные, бла-бла-кары и прочее, что с этим связано. Такой вариант я тоже не рассматривала, потому что переезд, это довольно-таки длительный. Это больше, чем 2000 километров, по-моему, насколько я знаю. И плюс еще пересечение границы. Соответственно, мне не хотелось бы так пересекать границу автомобильным транспортом. Следующий вариант, это есть еще аэропорт в Минводах. И в Минводах есть самолеты, которые летают именно азербайджанские авиалинии. Это достаточно недорогие самолеты. Ну и не скажу, что прям бюджетные, но относительно недорогие. То есть можно слетать в Минводы, Баку, Баку, Минводы вернуться. То есть туда-обратно за сумму примерно в около 300 долларов. То есть там 16 тысяч там с чем-то. Опять же, я не знаю, может быть, есть и более дешевые билеты, если брать заранее. Это вот я сейчас просто посмотрела, что можно примерно за 16 с чем-то тысяч слетать туда-обратно. Но до Минвод надо добраться. Конечно, из Ростова ходят поезда до Минвод. В том числе ходит и поезд, который идет до Баку. Он тоже идет через Ростов. И через Ростов, а через Минводы. Поэтому я посмотрела на эти поезда. Я поняла, что ночь мне придется, скорее всего, ехать. Потом самолет в Баку вылетает в 14 часов по Минводам. По времени Минвод. Да, в 14? Ну, примерно. Да, в 14 с чем-то. И, в общем, эта дорога заняла бы у меня в любом случае около суток. Ну, меньше суток, но около суток. Это неплохой вариант, но, скажем, не такой для меня интересный. Есть еще у нас, конечно, скоростная электричка Ростов-Минводы. Но по времени она никак не стыкуется с этим рейсом азербайджанским. То есть, эта электричка, ты не попадаешь. Она... Или ночевать, или, в общем, как-то еще заморачиваться по этому поводу. То есть, этот вариант я тоже отняла. Остался один у меня вариант, более-менее приемлемый. Это поезд Ростов-Баку. Это поезд Ростов-Баку. Вот так он выглядит. Не скажу, чтобы сильно новый, но однозначно лучше, чем раньше был. Мы сейчас остановились в Гудермес. Стоянка тут большая, 30 минут, поэтому я вышла. Со мной в одном купе едет Ахмат из Краснодара, из Тихорецка. И парень из Аргентины, который путешествует по миру. Это он с дагестанским экипажем. На том позе, на котором я ехала, были ребята из Дагестана. Но поезд был... Наш вагон купейный я брала, естественно, билеты. Он был... Его убирали, мыли, все. Ну, просто сам поезд-то себе уже такой не очень, скажем, новенький. За поездом море. Я вообще второй раз в Махачкале. Но на вокзале впервые, потому что первый раз приезжала на машине. Ничего не помню с первого раза. Кроме того места, где выступала, и все. Каспии. Это Махачкала. Это мой сосед Покопе из Аргентины. Путешествует, между прочим, в возрасте почти 70 лет. Наш поезд. Но зато это вариант очень простой. То есть ты приезжаешь на вокзал, кладешь вещи в вагон, да, никуда больше не перемещаешься, и выходишь уже на вокзале в Баку примерно через 30 с небольшим часов. То есть он идет сутки и еще 8 часов. То есть 32 часа примерно. Но он бы шел быстрее, если бы не стояние на границе. Потому что где-то 90 минут он один раз стоит, потом еще там несколько раз останавливается. Но это уже детали. На поезде ехать, в принципе, прикольно. Ну, вам можно отдыхать, спать, там лежать. И приезжаешь на вокзал в Баку. Очень красивый. Современный вокзал. Я внутрь в вокзал не заходила, потому что поезд приходит в 3 часа ночи. Естественно, мне хотелось уже быстрее. Поехали сюда. Вода чистая. А она все время чистая? Нет, бывает. Бывает не чистая? Когда что, бывает, грязный. В отель? 3 часа ночи после 30 часов в поезде. Ну, вы знаете, вокзал красивый. Вот такая уставшая я приехала, вообще еду живая, в 3 часа ночи. Так что буду отдыхать. Нет, первый раз. Еду в отель. Ты приезжаешь на вокзал в Баку. Возникает вопрос, да, как добраться до отеля. Конечно, я знала, в каком я буду в отеле. Про отель я еще отдельно расскажу. Как я его бронировала, искала. Я знала, в каком я буду жить в отеле. Я знала, что пешком от моего, от вокзала до моего отеля тоже теоретически можно дойти. Единственное, что чемодан, конечно, тяжеловат, да. И это тяжело, тяжело. Так, пешком так налегке можно было дойти. 3 часа ночи. Я на вокзале в Баку. Доедет мой чемодан. Да. Вот оттуда мы пришли, там был наш поезд. И это где-то в районе получаса пеших прогулок. Вот, и поэтому я хотела взять такси. У меня не было такой договоренности с кем-то, чтобы меня встретили. Так тоже можно сделать, если у вас есть знакомые в Баку. Они могут приехать, вас встретить, отвезти. В общем-то, это не стоит каких-то больших денег. Ну вот, мне ориентировали на цены от 5 до 10 долларов в монатах. Это будет, ну, от 8 монат до 10 долларов. Это 18 монат примерно. Вот, скажу сразу, что мне это обошлось в 10 долларов. Хотя мы договаривались. Ну, таксист сам сказал меньшую цену, потом начал просить больше денег. И он еще мотивировал тем, что въезд на территорию старого города, где был мой отель, он платный. Он стоит 3 моната. То есть, как бы это повышается стоимость проезда. Но все равно это достаточно недорого. Меня там, он встретил меня, взял мой чемодан. Сразу он прямо с вагона подхватил мой чемодан. Как будто он был 100% уверен, что я с ним уже поеду, никуда не денусь. Вот, посадил меня в машину. Он не знал, где находится мой отель. Меня это очень сильно удивило. Но я понимаю, что в Баку много отелей, и все знать невозможно. Я думала, что он быстренько наберет там Google карты, или, ну, как я обычно это делаю, найдет отель, проложит маршрут и поедет. Но ничего подобного не произошло. У него вообще телефон не предполагает таких функций. Еще на нем и не было денег. Он начал звонить в отель, в гостиницу. Я ему, причем, показываю карты, он не понимает эти карты. То есть не может разобраться в них. Он начал звонить. Он попросил мне телефон. На моей резервации был телефон. Он звонит в отель, но денег у него нет. Он оставляет меня в машине сидеть и уходит пополнять телефон. Куда-то убежал. В общем, бегал-бегал минут пять там или сколько-то его не было. Он приходит, он еще с двумя людьми, может, с женой или парень с девушкой, не знаю. И говорит, им тоже по пути, им по пути, им по пути. Я так на него смотрю. Но очень прикольно. Ну, как бы ночью люди какие-то другие в машине сидят. Я вообще понятия не имею, кто эти люди. Ну, я так говорю, ну, по пути так по пути. Я действительно думала, что по пути. На самом деле вообще ничего не по пути. То есть они ехали вообще за город. Я вообще ехала в центр города. И когда мы приехали в старый город, там был действительно шлагбаум. Мы его поднимали. Там он что-то там платил, может быть, на выезде. Я не знаю. На въезде он ничего не платил. Возможно, ночью въезд бесплатный. Я тоже этого не знаю. Вот. И мы начали искать отель. То есть отель, который физически находился от этого шлагбаума примерно, ну, в пяти минутах пешком, мы искали час. То есть мы выходили из такси, брали мы чемодан, доставали. Катили его куда-то. Потом подходили к отелю, смотрели, что там другое название. Возвращались обратно к машине. Несколько раз разговаривали с полицейскими, которых там достаточно много. С людьми, которые работают в ресторанах. Хотя это было три часа ночи, но они там все равно работают. То есть мы искали конкретно этот отель. Мы ходили по ночному городу и искали отель. Хотя отель в пяти минутах ровно ходьбы от въезда. Но он не мог его найти, потому что у него не было интернета, видимо, не было карт. Потом все-таки мы нашли отель. Он меня, значит, докатил мой чемодан туда и попросил больше денег, чем изначально договаривались. Я дала ему 10 долларов. И это получается 10 долларов. Это чуть-чуть, ну, где-то 20, наверное, монат. Вот так примерно. Или около 20 монат. Но на самом деле он попросил сначала 15, потом попросил больше. Вот. И так я оказалась в отеле. То есть если вы, в принципе, путешествуете из Ростова или из региона Северный Кавказ, то из Астрахани, насколько я знаю, летает этот самолет на Баку. И из Минвод. С Краснодара, по-моему, он не летает. Из Ростова, соответственно, прямого самолета нет, но из Ростова есть прямой поезд. Поезд есть также, насколько я знаю, из Волгограда или через Камышин проходит, который идет Харьков-Баку. Тоже можно доехать до Баку. Возможно, до Баку есть еще и какие-то другие виды транспорта, которые мне неизвестны. Их дороги. И в следующем уже, наверное, видео расскажу про отель. Как я выбираю отели и как мне повезло с отелями в Баку. Ну, или не повезло. В общем, решайте сами. Хорошо. А сейчас, если вам интересно, ставьте пальчики, нажимайте на нравится. Подписывайтесь на канал, друзья. Потому что у меня есть статистика Ютуба. Я смотрю, что 90 с лишним процентов людей, которые смотрят мои видео, они не подписаны. Можете себе представить. То есть, те, кто подписан, это только 5 или 6 процентов людей, которые смотрят видео. То есть, очень классно, что вы смотрите. Но, пожалуйста, подписывайтесь, потому что Ютуб любит подписки. И Ютуб любит комментарии. И тогда видео начинает быть популярным. А так, конечно, у меня просмотры и нет подписок, нет комментариев. В общем, это не очень нравится Ютубу. Вот нас сейчас. Всем пока. Буду дальше работать над этими видео из Баку. Счастливо. Вот эта часть видео про то, как меньше бояться и что помогает меньше бояться. Я думаю, что у любых путешествий есть у очень многих людей, но и страхов тоже есть у очень многих. Поэтому самый главный вопрос, самый первый вопрос, который мне всегда спрашивают, как ты не боишься ехать одна? Ну, законно будем отвечать.